вновь приветствую вас дорогие друзья вы смотрите герой войны и денег и конечно же сейчас мы снова пойдем гильдию тактиков вот на этот раз пойдем мы фракции рыцарь вот решил я пойти обычным стандартным или как его еще называют белым рыцарем говорят что фракция это не о чем на и в общем то все как-то пренебрегают ей ну что сказать в пвп боях рыцарем конкретно классическим я не пробовал играть по моему на 14 уровне что ли я уже снимал бои за рыцаря света то есть как раз таки баффером мы там играли вот сейчас у нас наконец-то вот у меня уже 17 уровень появился не так давно получил вчера по моему что ли до вчера вот и появились новые навыки новые ну как навыки все те же старые все те же самые только появились еще побольше очков появилась хотя шибко никаких изменений в навыках сделать нельзя потому что ну мало очков добавляют подкать очков на уровень ну что-то конечно можно поменять а что-то так неизменное остается вот я иду под зелем фракции конечно же не 6 же умел к идти армия в общем-то у меня вот такая то есть раболейчиков ну не то чтобы по минимуму просто набрал меньше чем следует наверное так как у меня будет все ставку у меня здесь идет конкретно на ближний бой в основном а потому что перки взял ну перки то есть у меня защиту идут и воодушевление что-то еще такое для пвп боя подбирать я не знаю можно было бы конечно баффером поиграть классическим рыцарем но в принципе зачем оно нужно если есть рыцарь света да по идее конечно в принципе ну а я не знаю рыцарь он обыкновенный он идет скорее всего только от воодушевления потому что это такой класс ну медленный относительно да он наверное медленнее всех из остальных классов и примочек у него как таковых каких-то таких своих особенностей вроде бы у него тоже нету поэтому большинство рыцарей но сколько я смотрел всех у этого воодушевления чтобы подгонять свои войска либо же воодушевление убирать берут 4 боевого духа но боевой духу это как и удача то есть это такая себе фигня да она может быть и может он сверкать может не сверкать вовсе может не помочь вообще ничем вот такие то дела что какие сейчас у меня планы получается на 17 но во первых я жду жду не дождусь прямо-таки дня строителя этого потому что там будут скидки на отстройку замков и просто построю себе уже наконец-таки ранее об последних существ вот очень хочется ранее вот но и какие выводы для себя сделал играю эту игру уже несколько лет вывод там в том что игра учит терпению но если ты конечно хочешь все и сразу да то вы пожалуйста вкладывай очень большие деньги в игру и вперед но интересно от этого потеряется ну сделаешь ты себе сразу и все еще потом не знаю скучно это вот так вот копить если там ждать вот я жду дня скидок то есть я посчитал если отстроюсь я сэкономлю себе чуть ли не 90 тысяч золотых либо же просто 18 бриллиантов это дано то есть надо подождать скидок вот отстроить и ранее об и думаю что будет уже полегче ангелы начнут уже воскрешать уметь у нас хотя как правило не используется потому что воскрешение у них слабо работает из-за того что их самих мало вот гораздо лучше на этом поприще себя показывает ко мне выше ангел у них есть обилка как она там божественная месть вот и она может неплохо курс на тебя ну и сами они умеют баф и также выше ангела карающих да хотя карающий удар мне кажется для ангелов лишние для высших ангелов потому что там адепты могут тоже самое делать тот же карающий удар вот здесь эти ангелы умеют воскрешать ну мне нравится по сама по себе фракции рыцарь я и начинал играть и я думал что я и продолжу играть до самого конца просто на тот момент я еще не знал что если ты хочешь добраться до высоты каких-то там то есть высокие уровни занимает дата тебе на это потребуется ну не как я думал несколько дней да там то есть какой-то сессионки мы играем там counter-strike еще такие вот игры поиграл да и все а здесь надо несколько лет планомерного кача чтобы добиться добраться до верху ну можно конечно быстрее если не заморачиваться над прокачкой ходишь быстрые турниры да там посещаешь ивенты играешь просто вообще не напрягаясь ни на какие вот эти гильдии тактиков не размениваешься потому что если тебе хочется пвп ты можешь просто сайт групповой бой и там поиграть почему бы нет ну там конечно тоже будет естественно выиграть тот у кого больше статов это само собой разумеется но ты всегда можешь уравновесить это все артефактами до залезть в обычный бой с крафтенными артефактами накласть на тех кто там с высокими статами залез но это весело это можно для фанатов играть почему нет просто если у вас никаких планов нет на игру да там то есть ну стать там сильным там развить своего персонажа что мне нравится просто я мною романчики на душе мне нравится развивать персонажа чтобы у него было все мощно чтобы он не плашал в пвп боя по крайней мере если не дать люлей то хотя бы держать удар самому вот то есть я сторонник как-то таких вещей вот и сегодня у нас еще день ядовитых зарослей начался ну как начался сегодня же и закончится вот день ядовитых зарослей только сегодня во всех доли группы в боях и боя гильдии тактиков на поле боя присутствуют ядовитые растения то есть будем сейчас мы через тернии так сказать прорываться к звездам пытаться что-то сделать ядовитые растения думаю вы все прекрасно знаете что за растение они помимо того что отравят при выстреле или при укусе они еще и ослабляют это вот по моему улучшенная версия этих ядовитых растений она ослабляет плотоядные по моему они растения называются да то есть как бы то хреновато если они нас начнут атаковать у нас по параметрам и так и так не все слава богу то есть у меня 47 44 для 17 уровня ну и наверное это немного на 17 у меня на хотя бы 34 еще добить параметр где-то каких-нибудь вот но я на 17 уровне планирую гильдии воров плотненько заняться не знаю попытаюсь ее до 9 10 довести за 17 было бы неплохо и насчитаю потому что если играть демоном до в перспективе гильдии так в гильдии тактиков там в турнире да то и у демона очень не помешает высокая инициатива он сам по себе инициативный данного с высокой инициативой будет вообще ходить очень часто что очень здорово наверное с демоном могут тягаться эльфы только она еще темный эльфы атаки да там фурии быстро бегают а так инициативная фракция достаточно там кони все дела так ночью сейчас у нас начнется бой 42 42 человека посмотрим что мы сможем сделать и рыцарем вообще не играл честно скажу только на начальных уровнях когда свое удовольствие играл там у меня еще они все были не улучшенные лучники там пехотинцы дыр и пыр такие дуэльки групповые бои то есть вот это все было а здесь сейчас посмотрим че я наиграю фигню на какую-нибудь тем более что 10 долбанные растения которые смотрят в мою сторону уроды девятнадцатые два гнома джастфанк и чумачете и да ну нафиг и смотрите 47 а вот у него статов то посмотрите сколько 47 46 ну вот смотрите 47 44 на 2 статая уступаю тоже душить будет да а нет он просто сопромагия а вот душите уже буду я слушайте ну жесткая такая зеркалочка получилась какая любопытная а вот интересно я очень хотел сказать ну давайте наверно вот кто пойдет первым мне кажется пойдет 1 мой соперник я вот думаю числа ником-то делать развратником так ну давайте это вот так наверное этого так до птицу не велится сюда ангела наверно так латник почему его прячу но скорость 7 а хотя нет тактики у него нету он будет меня пробивать из-за своего нападения давайте наверно все таки вперед его увидим не знаю короче говоря давайте так попробуем очень сообразить плотоядные да это пожиратели плоти вот они еще и проклинают падла их можно быстренько в принципе убрать чтобы они не мешали но они смотрят ему сторону гады бьют они насколько я понимаю всех подряд давайте посмотрим на блин не успел на мамонта хотел посмотреть мы с ним дрались в паре я был красным демоном он был собой а ну вот у меня обгоняет до у него высшие ангелы не выше 1313 а у меня опять 20 надо было тоже попала на поделить 76 рыбалейчиков 139 29 но рыцарь на рыцарь это как-то упора то у него 12 у мелко ну чё я сделаю да ни хрена я не сделаю 35 он кстати сравнительно недавно на семнадцатом да в принципе у него все то же самое только у него нападение а я sbd играю и свад духом по сути я должен исполнять лучше вещи но чушь это все какая-то не знаю как он сейчас но мне кажется у меня сделает он поопытнее меня по тактикам и статиков ему на 2 больше да она гномов смотреть не хочу чё он получается взлетел да а я наверное взлетать не буду просто по той причине что а если я не взлечу давайте посмотрим если я не взлечу что будет меня кто-нибудь код снизить а где танта его вот он не заметил да попробовать выждать а какая зад задумка попробовать выждать надеть на себя кожу до надеть кожу и взлететь не знаю хороша ли задумал по идее я не хочу грифон опускать на убой вот таким способом просто голому туда пускать нет не надо кожу надо одевать до 2 статика 30 81 и 40 55 интересно почему у нас такой урон разный до метра посильнее удар будет странно так давайте откроем я гномов смотреть не буду гномы все жопы вырвать или сами по себе джаст фанка помню так и его кстати ходит быстрее ребята если наш гром раздолбит вражеского гнома то я думаю мне поможет справиться с рыцарем неосъязаемость выставил сюда его стрелки тоже раньше ходят да да дедушки ходят раньше но гном нет гнома мне кажется будут бодаться между собой потому что ну мы для них наверно мелочи все-таки два уровня меньше блин надо же было так попасть до по тупому так а его стрелки меня моих арбалетчиков обгоняют получается и нет мои обгоняют да я встал неправильно видите вот он правильно стал латниками он латники вы встал так чтобы закрывать большим щитом своих арбалетов поэтому мой выстрел будет по ним неэффективен верно а я так не сделал это вот я забыл сделать это ошибка выходить вперед сейчас мне тоже нет смысла зачем но по сути то о чем зачем мир удалить под разгон что ли но он тоже наверно будет стоять ждать вынести стрелковых здесь тоже будут ускоры наверно сперва бафаться я считаю то есть ускоры пора сдать до себе если конечно тупо ну надо было поровну разделить а что-то не разделил вот в чем был вопрос то вопрос был в том что у меня почему-то когда я в бой выхожу блин а у него ангел то это самое падла летает он шустрее нашего вопрос был в том что когда я захожу в бой да то вот я набрал всего восемь инквизиторов а у меня у мелкой почему-то докинулась еще инквизиторов они латников то есть латников у меня помогал 114 немножко и докинулась но докидываются почему-то стандартные инквизиторы до тренировками вот этим вот основной вот этой обилкой это очень любопытно что латни именно инквизиторы а если бы я допустим набрал 20 сразу инквизиторов сходу мне бы чё еще двадцатка закинули бы у меня был бы сорокет что ли много не разбираюсь конкретно в классике рыцари поэтому жопа кстати а я по-моему удушить могу еще и отлично воодушевле воодушевлять и по моему могу еще и моих моего союзника соли когда будет круто если буду постоянно его выгушевлять ах ты скотина на меня что ли полетишь да нет ему не сурки зачем на меня но по сути тогда до копья долететь ему надо а зачем я то тебе братан воодушевление убрать ух ты неплохо ответил а погибло то немного пока все на нашей стране идет пока у нас карты на руках да какой смысл туда я конечно буду своего напарника воодушевлять постоянно если воодушевляется воодушевляется напарник единственное чем мы косяк знаете в чем не взял сапоги которые ускоряют героя то есть 10 процентов того инициатива надо было взять герой выходил быстрее воодушевлял быстрее а ну еще единоличный конечно глупый я сделал неправильно надо было отправлять грифона полетать а бафать то своего со товарища то есть все вот надо ему бафнуть бы надо бафнуть медведя на кожу и бафнуть наверное тана пока он жив граммовержится потому что то может створить черт снять ответ для дракона не получится дракон не достает из-за вот этого пацана своего же так снять ответ с этого для кого нет может быть попробовать и поможем парню нашему работать гнома а двойку это когда ходит не знаю если он только под энергией зайдет давайте бить да надо выкосить гнома наверное сосредоточимся сначала на гноме потом займемся рыцарем если сбережем нашего напарника большую часть мяса то мы выиграем сейчас я буду бафать нашего парня я дам ему кожу и дам ему сразу ускорно 20 ходов или наоборот вас ну без него я поделился хреново ага так и он подставился мне под разбег получается но если я разбегусь него там желать не правильно то есть в любом случае латин до меня достанет это будет плохо он наверно сейчас будет своего бафать что правильно это считаю либо себя начнет оба хоть хреново знает можно бафать гнома до бафа и гнома и душить получается душить того же граммовешца блин 2 хп полагин кстати может вылечить нас сообразил да а мы наверное ускорим пацана а может нет смысле ускорять я наверно кожу дам тогда михом обмен кожами и поличок я наверное на раба или не плечу 27 не тогда я заблокирую вход здесь дракона да не выйдет он нет полетели все-таки тогда я все-таки хотел на себя накинуть чего-нибудь чтобы грифон там был у меня не голый нас кресло 6 из прямой по блин неплохо ударил то сорокет прикиньте жестяк жестяк на энергию а кого а продувать деда наверное либо добивать 98 вот это жопа вот она удачка и все и он еще загородился болея на чушьера медведя то трогал давай с берсом раз-два на зачем же ты рыцарь отобьешь ой 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 чё за глупость это глупость ну и зачем а чё тебе араб сделает ты ты началось а я понял понял все сорян я понял мысль боится точного но точно то здесь нет нет разгонится же так как можно так встать чтобы мой рыцарь не пострадала никак нельзя зараза почему нас тут атакуешь а гнида так латника латника я подставлю конечно очень сильно а так и подставлю рыцаря своего на ту 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 ну да ладно давай пока так бд у меня всего ты потому поэтому она закономерно что не работает а мой арбалет уже сдох хорошо а почему он сдох кто в меня стрельнул и когда у меня стрельнули чё-то я прозевал вот мастера копья помню далее понятно ну чего стрелять-то а точно это чё 3 да ну блин вот они вот они сапоги если б я одел сапоги я бы обогнал их танча сляжет глушил сука ну понятно все короче приехали приехали друзья ты выпьет нтт я вот хотела во воодушевить но он скачал не мишку так мишку братан раз уж просишь сделаем тебе здесь виднее 2 до ну хорошо так как то вот с этой стороны это вот так падла я так и но что он туда полетит ну блин да какой разбег то надо было раме сверху бить но зачем берс тоже не разбежался ну да пока все плохо пока страдаем мы так он получается просадил руну да но он думал тогда что разбега не будет наверное берсеркер стойка уж ты хочешь дракона продув а кстати неплохо неплохо отличный продув стримать меньше честно про разбежится конечно неплохо вот этот черт на по башке и блочную да если что блочную кстати едида и этого неплохо но он здесь недолго не проживет без кожи сейчас от разбежится двоих убрал ни хрена да вот у него почему-то урон и пожестче так 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 блин а видел с троих хрен носе надо кожу еще этому дайбы 6 а у меня больше ничего не осталось до алла а там у нас что грома держится вы вскорим не знаю я делаю ставку на своего товарища по идее и помогаю заодно вынести его а потом он будет латником меня кошмарить правда здесь я тогда разбегусь наверное медведя надо его добить бы если добьем будет хорошо а паладином можно подлечивать дракона но дракон он элементарь ё-моё гадина офигеть просто нас валят бафа и лата а уж нечем бафать то все лата бафать нечем вот это удар этот хорошо братан я могу только лата воодушевлять теперь но не бафать так бить мне сейчас паладина нельзя вообще никак абсолютно ну что для латника ход сразу открою а ну ладно сейчас ах ты падла колечко все не улетела никуда оба воскрес ну конечно и сейчас грифонами бул скотина просто скотины кусок долбаный все сейчас у меня добьет грифона а его гриф улетел да до перьев нигде не вижу ну там остатки а вот он все вижу так мы в принципе можно ударить да 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 надо только посмотреть смотри я ударяю но меня обгоняет потом а ватник меня все равно не знаю я брата вперед ну давай вперед я моя вот бд не сработало я так и думал не знаю короче медведя ну да подумал что ответ жестко да вот жестко бьет 58 3 ночи бы не жестко то у меня защита то ни о чем но для его параметров вот чё одна хрена его послушал зачем я побежал латом вперед он хочет медведем сбить лата дурак что по мясу мне кажется не хватит сейчас если удача у него за зайдет скотина вот плохо да он магический магма магма хрена он не лечится сейчас еще он получит по голове дракона рубят но неправильно делает они бьют существо нет неправильно делает с большей защитой ой 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 кто-то здесь стоит напрямую нет напрямую никого нету но как бы то все равно не легче два удара 8 дырок сейчас будет а вот сюда крест ляжет хорошо или он могу сейчас продавит не тупит моих всех все всех поубивал вот так вот да понятно хада чуть-чуть обгоняю теперь надо снять ответы я латником приложусь что наступаем миху минут здесь заденет конечно еще и в даче сняли отлично хочу на берсе не воткнулся у него ну а Senshiq какая отлично так блин я здесь тоже сейчас закопчусь вот у меня был удачка очень сработала есть эти клевер взял нет то вот бьешь то тоже не будет ответ снимать латом млад обид а все арб перекрыт приятно бы неплохо засадил займу ну да хотя очень странно верно что у меня урона вообще нет и что пилотом туда подошел что ли нет я думал закрыть что часто его снесут а он еще два выстрела как бы как бы то есть как бы да в кого тут стрелять ну в этого что ли да пофигу на щиты плач а у него кстати наверно статой как раз и защита да 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 щитом поднял то трава это еще долбаная ну короче да здесь наверно слив потому что я как на гнома не работал что-то это все ерунда ну куда ты встал то вот слушай по-моему тени тебе меня учить и мне сейчас вот что через огонь бить проху пробивать что ли ну ну что-то ерунду ты сделал вот я ну как что-то да там бить то уже некого вот эти серьезно говорю может сразу латника накрыть под приливом а на один ход а за ты тут еще в огонь да давай так да понятно да вижу-вижу-вижу перки но я не знаю да у меня был вариант короче говоря вместо вот этого боевого духа до его духа братья вот как у него но тут либо так либо так тут надо же выбирать да вот аналогично хотела взять как раз неплохо неплохой такой боец но без всего получается а рыцарь я не знаю от него для успешной игры у него должно сверкать хорошо и воодушевление сейчас его снесут сука нет еще живой да они душатся на похрену давай душить копьё то пофигу она чё копьё она уже не стреляет ну и снеси нахрен этого арбалетчика ай не показался ну а как я не знаю зачем ты разблокировал у тебя там но точно ё-моё что же ты творишь нет братан тебя наверно слушать не надо было вот вроде ребят смотрите да если видите высокий уровень там тыры-пыры то не обязательно что он умный не но нормально в принципе он это просто не увидел все снимает ответы убивает можно в принципе авто буезжать хреново у меня заходит ребята другие фракции вообще хреново очень часто сливаюсь гильдии тактиков вот в отличие от того же демона остальными мне просто не везет я не знаю да можно было игру я вот начал играть на гнома скорее хотел урыть вот этого гнома получилось что попало сейчас я получу хорошо по голове двадцать тридцать он не снесет ой больше больше если один ангел столько у меня сейчас половина половина нахрена меня есть еще инквизитор инквизитор это хрена то полная ну как хрена то ни хрена то конечно но против забафа на волатника развратника и ничего не сделают ну давай 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 оглушаю еще по ума на ну конечно глух все 23 латника сейчас у меня будет стоять как болванчик ну все он два раза до меня ходит чем не здесь делать только принимать удары под башки ну воодушевлить можно попробовать но на это все тут на латнике не заедут просто так 9 у тебя еще этой хрени маны стенку ты ты уже ставил стенку да ну чего иди добивай у него одно хп правда он уже бросил играть нет не бросил играть давай вот это вот так оп да мишку сам до ковыряешь что не добьешь что ли мишку и уйдешь заодно подальше от арбалетчика ё-моё да куда ты а ну я понимал сливается что я ничего не понял на хрена он это делает под прямой стал под точный снял ответ на что-то вообще не знаю братан ты реально умный или как блядь думал уропа 19 уровень но гт-6 ну чё там ё-моё я не знаю чем исполняет прикол может не выспался пацан он уже подставляется по все что можно я не знаю зачем он это делает пацаны ну пока без комментариев тот ну тут слив латникова час доходит если они душу вообще уже перестал играть все понятно всеми кем мог подставился и сейчас я чё должен что я сейчас должен делать тогда не обгоняет о мой обгоняет круто 37 ха ха пойти добить а чё это за хрень прилив сил ну давай короче сюда блин вообще ни о чем да перки конечно жесткие прилив сил у тебя был а почему надо было выбрать кого-то сразу будем больше отряда существовало на уличные суэс и мораль тренка это пересесы расхода активируемая способность илона пассивно активируется то есть ты и жмешь и наоб ну все давай доигрывай тогда насладывание силой ничего не сделать все у них вот удача поперла и молодцы они все у меня удача по моим этом был вообще ни разу не сверкнула чему ты же братан какой пятеркой у меня была пятерка кстати да вот надо было хотя бы знаете что взять этот самый основа на падении боевое безумие я просто смотрю что он играет уже от балды я поэтому не снимал никакие ответы вот у него один боевой дух смотрите он сработал а 2 а он прилив использовал сейчас он с моего да 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 я сейчас задушу его и уйду а муж не уйду не ну здесь не вариант бодаться с ним да у него среди какие у него колоссальные уроны какие у меня вот удачи на пятерки сработало и чё а как это делать то блин да чё за дичь как она работает не понял я я думал она активируется и все их он автоматически увеличивать скорость ход тыры пыры на тут ерунда как это полнейшая а когда у него кожа упоет кожа еще никогда не упоет 13 да ну-ка нет ну нет него явно не убежать давайте бить его может оглушим нет не оглушили вообще да тут какая-то жесть короче с уронами все понятно а смотрите во почему помета такие жесткие уроны дракона добили до надо пересмотреть значит рыцарь и не зная хрена может вообще не стоит ему эту если прицарем света был я буду забавка сюда вынес бы нахрена деда души спрашивается нахрена давайте инквизитора ну плюс ко всему у меня урона по нему нет почему но 12 у мелко правильно а у меня какая правильно 6 кстати если потом у меня были адепты то знаете чё тогда было бы я бы мог ну может быть очищением бы что-то сумел сделать если нахрена он подлодненько подлез но да в тобой уже играем потому что он уже не думая все это происходит не ерунда это все не хочу даже видео но и добивай ты не добьешь пятерку странно что он не хочет этого делать оба дышечка на толку то сейчас дедушку будем с удара все досвидос до свидания детский сад я же забыл что тоже рыцарь ё-моё у него что у него антин вообще жестяк значит и бегаешь и тебя так завалю ё-моё забодал уже у меня потому по нему урона и нет никакого что я шестой рыцарь ну какой нет 11 десятый там я тебя все равно достану братан ладно короче пофигу я не буду насирать мне просто авто нажму и все видите даже с удачей там ни о чем но не боевого духа ничего нет ладно друзья вот таким был бой сейчас гном будет трястись за то чтобы выжить а этот месяц просто сложится дара вот спасибо большое что смотрели если видео понравилось то ставьте лайки подписывайтесь на канал давайте советы возможно действительно перки кривые очень вот сейчас все равно автобой гнома добьет наверное ну для прикола да посмотрим да он подосрал это не я виноват братан вот и когда вот комментируйте кто классиками играет как лучше ими там стыры пыры или вообще может не стоит ими играть потому что ну я не знаю или перки действительно выбрать у него чисто бойцовского делать без воодуха без всего но рыцарь как по мне это класс как раз таки воодушевление и все такое там должно быть у него или я не знаю или просто в защиту побольше брать то есть защиту допустим 45 сюда остальное вот как вариант то есть я не знаю например вот это к чертовой матери убирать все и чисто атакерский вариант делать что ли что там нам еще а ну вот кстати как вариант воздаяния до 3 бд у меня будет 15 процентов ну неплохо но по защите я буду проседать получается совсем то есть например если потом сделать ну вот 40 до а сделать можно 45 например и и 45 ну щит взять например вместо как этот же мамон да у меня есть какой-то щит вот деваем щит чего у меня получается тут сбрасываем 45 на 43 вообще говно ушел наоборот 43 на 45 но при этом у нас боевой дух а если мы убираем есть боевую еду да как вот он делал там немцы вообще даже этого не было да то есть получается она как было ну вот так примерно наверное то конечно на 100 то будет побольше очень ладно с этим надо еще думать если у вас есть идея то пожалуйста подписывайтесь комментариях и всего вам самого хорошего друзья всем пока до встречи в следующих сериях